Мы не будем оппонировать тем, кто выложил это видео, оно соответствует действительности. Когда мы рассказали череповчанам и всем волокжанам о проблеме череповецкой свалки и о том, что мусорный грабеж в Череповце губернатор Кувшинников не превратил в настоящую мусорную реформу, мы получили еще больше отклик об общих проблемах Череповца. И нам сразу сказали, а знаете ли вы о том, что проблем экологии гораздо больше? Мы решили обратить внимание на проблемы Череповца и, естественно, первым вопросом у нас стала компания Северсталь. Череповчане сообщают нам о том, что часто, когда мы ругаем тот же самый дым Северстали, многого мы не видим, потому что днем выбросы одни, а вечером они совершенно другие. Мы решили понаблюдать за этим и действительно сравнив, увидели разницу. Вы можете просто посмотреть на наше видео, снятое, соответственно, вечером после 6 часов и даже рано утром, когда выбросы Северстали, очень заметны и достаточно значительны. Череповецкий эколог Алексей Кощеев тут же напомнил нам о проблеме дизавита, о том, как череповчан травят через водопроводную воду. И те люди, которые устроили этот интереснейший эксперимент над горожанами, продолжают их травить. При этом, когда мы задали простой вопрос, а где же еще применяется дизавит, кроме Череповца, узнали, что это делается в одной из африканских стран. Бассейн не используется для обеззараживания бассейнов. И вот то, что я знаю, из того, что я знаю, в Гане, в странах, которая есть Гана, там проведены испытания для питьевой воды, и там вообще они по ДК сделаны 3 миллиграмма в литре. Это в Африке, я понимаю. Если вы думаете, что из Череповца можно убежать куда-нибудь на другую сторону и жить не в отравленной воде и в отравленном воздухе, то вы ошибаетесь. К нам обратились жители Эльдоматки и рассказали о том, как их травят прямо за городом тем, что поставили под окнами асфальтобетонный завод. Мы жители деревни Эльдоматка. У нас случилась вот такая беда. У нас за домами появился асфальтовый завод. Вот смотрите, Череповец, он входит стабильно в топ-10 городов самой грязной экологии по России. То есть вот у нас город, запад, если взять, это мегакорпорация, это Северстальфа-Сагра. Там, ну просто, сами представляете, какие идут выбросы. Почему вот этот завод разместили здесь, в Эльдоматке, где изначально ничего и не было? То есть вообще непонятно. Вообще для всех дикость. Но многие проблемы Череповца просто меркнут по сравнению со свалкой отходов и доходов компании Фосагра. Олигархи Гурьеву устроили здесь такое хранилище, которое в 20-30 раз превышает ту самую череповецкую свалку отходов ТБО. И вы знаете, оно же находится прямо на берегу реки Шексна и Рыбинского водохранилища. И по сути, как бы компания Фосагра не заявляла свою заботу об экологии, оно практически находится в бассейне реки Волги. Да, мы видим в отчетах, что компания участвует в том числе в экологических программах по защите Волги. Но мне кажется, такая свалка не может не вызывать опасений за экологию не только Череповца, а целого региона бассейна реки. И поэтому мы обращаем на это особое внимание граждан. Действительно, компания Фосагра и компания олигархов Гурьев и Хапатит наносят огромную угрозу экологии и Вологодской области, и всей страны. Но и этого губернатору Кувшинникову оказалось мало. Вместе с олигархом Матдашовым они решили открыть на берегу Рыбинского водохранилища целлюлозно-бумажный комбинат. Для этого закрыли детский лагерь Орленок и базу отдыха в Рощино. Для того, чтобы еще больше ухудшить экологическую ситуацию и в Череповце, и в бассейне реки Волги. А что же в итоге? В итоге череповчане получают повышенную заболеваемость, в том числе онкологию, и значительную раннюю смертность. Поэтому кому-то миллиардные дивиденды ежегодно, дача на реке Кубине, личный пансионат. К сожалению, онкология на сегодняшний день молодеет. Нам приходится сталкиваться с выявлением онкологических заболеваний даже у детей.